У каждого педагога свой почерк, свой стиль преподавания, который он оттачивает долгие годы, считает учитель начальных классов Елена Коваль. В сфере образования она уже 38 лет. За эти годы открыла дорогу в мир знаний многим поколениям юных сыровчан. Первый учитель не просто даёт знания, он становится для детей другом, наставником, примером для подражания. Я люблю Елену Алексеевну за то, что она учит не только школьным предметам, но и жизненным ценностям. Она говорит из речения учёных и известных людей. Я люблю своего учителя за то, что она очень понятна и хорошо объясняет на уроках. Она переживает за нас, когда мы болеем, получаем плохие оценки. Обязательно поздравляет нас, даже если у нас день рождения в выходные или в каникулы. Я люблю своего преподавателя за её доброту. За хороший ответ она нам даёт конфеты. Также люблю её за правильность, ставит нам правильные оценки. Лучшему учительницы нет на свете. Елена Алексеевна – учитель в третьем поколении. Её дедушка, мама и тёти также посвятили себя детям. С самого раннего возраста маленькая Лена наблюдала за работой педагогов. Мама часто брала её с собой в школу. Потому с выбором будущей профессии вопросов не возникло. Первые годы работы, вспоминает с улыбкой, было немало тревог, волнений, ошибок, которые сейчас кажутся совсем незначительными. Важно научить ребёнка самостоятельности, считает Елена Коваль. Вот моё любимое высказывание – истинные знания всегда самостоятельные. То есть если ребёнок сам будет добывать эти знания, они у него останутся в голове. А если ребёнка не направлять в этом, если он не будет добывать, он получил в готовом виде здания, он их забыл. А вот когда он сам приложил усилия к этому, у него это в голове остаётся. Учитель сам постоянно развивается, осваивает современные методы обучения, повышает квалификацию. Каждому поколению учеников нужен свой подход, считает Елена Коваль. Работа учителя – кропотливый и тяжёлый труд, который по силам немногим. Елена Алексеевна, она замечательный педагог. Вы знаете, наши дети с удовольствием идут в школу, возвращаются с горящими глазами и рассказывают нам о том, чему они научились в школе за день. Вы знаете, мы видим родителей, как наши дети прогрессируют в образовательном процессе. 2023 год объявили годом педагога и наставника. Власти хотят привлечь внимание к этой профессии, повысить её значимость в обществе. Педагоги получат ряд доплат, которые будут зависеть от их опыта, стажа, навыков и диплома об образовании. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.